Привет! Сегодня будем тестировать на скорость фрезеровки самый простейший шпиндель для самодельных станков ЧПУ. И да, это 775 мотор. Такие шпиндели устанавливаются в штатной комплектации станков наподобие 3018 и также используются в самодельных проектах. Цель данного видео посмотреть на что он способен и на какие параметры заглубления и скорости можно рассчитывать при работе с ним. В качестве обрабатываемого материала используется дерево, а именно фанера. Для начала давайте измерим какие обороты развивает данный шпиндель при питании от 32 вольт. В процессе фрезеровки также будем измерять потребляемый ток, из чего можно будет сделать вывод о реальной потребляемой мощности в процессе работы. Для измерения оборотов я использую такой лазерный тахометр и для его корректной работы на вал необходимо приклеить специальную светоотражающую наклейку. На холостых оборотах при питании от 32 вольт шпиндель потребляет 0,4 ампера, что соответствует приблизительно 12 ваттам и развивает обороты около 11,5 тысяч. Установим шпиндель и заготовку из 6-миллиметровой фанеры на станок. На экране справа вы сможете наблюдать текущее рабочее напряжение и потребляемый ток. В качестве фрезы используется кукуруза диаметром 1,5 миллиметра. В качестве тестовой модели будет использована моделька, которая содержит в средней сложности геометрические фигуры, не слишком сложные, но и не прямые линии. Думаю понятно, что на скорости 500 миллиметров в минуту и заглублении 0,5 пиндель прекрасно справится с работой, в чем можно убедиться в многочисленных предыдущих видео. Потому начнем с чуть большей скорости 1000 миллиметров в минуту и заглублением 0,5 миллиметра за проход. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С такими параметрами станок с легкостью справляется, потому давайте постепенно увеличивать скорость и сейчас установим значение в 2000 миллиметров в минуту. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вполне неплохо, станок справился без каких-либо проблем. Заранее скажу, что считает режим оптимальным и при таких параметрах вполне можно работать быстро и качественно. С более большим заглублением начинаются проблемы и фрезы периодически ломаются, а также начинают уходить размеры. Но давайте посмотрим, как это было на практике. При режиме 1 миллиметр заглубления за проход и скоростью 2000 фрезы периодически ломаются, потому считаю этот режим излишним и оставляем его в желтой зоне. В теории возможно использовать, но не стоит особо на него рассчитывать. Продолжение следует... Ну и на финалочку, которая сразу дает отрицательный результат, это полтора миллиметра за проход при скорости в 2000 миллиметров в минуту. Думаю, комментариев здесь не требуется. Вы сами все видите. Для себя делаю вывод, что заглубление 0,5 миллиметров за проход при скорости 2000 миллиметров в минуту оптимальный режим для работы данного шпинделя и моего станка. Для закрепления результата предлагаю вырезать еще пару деталей, чтобы удостовериться в корректности работы. Как видим, результат весьма положительный и детали были вырезаны без каких-либо проблем. Продолжение следует... Продолжение следует...